сегодня 18 градусов так тепло вчера ветер был сильный а сегодня прям приятно осень такая солнечная нас три дня ярмарка была только слив сегодня купили все ничего такого особенного не было как всегда но народ там чего-то тусуется кто-то что-то покупает в городе народу не очень много наверное все отдыхать поехали или в лес за грибами в лесу грибов в этом году много муж после операции не может лес ехать а зять вот завез грибочков нам прелесть и вот муж наготовил нам ареновал получилось из грибочков часть грибочков пошла картошечка жареная сделана с грибочками сотворными большая часть пошла дочки отдали а из кусочка грибов из части грибов вот такие маринованные грибочки я ну-ка расскажи что то что ты делал как ты делал расскажи что я делал я делал соус лавровый лист черный перец луковица соли сколько соли соли там три ложки все на это выходит какие чайные чайные 4 чайные ложки так 60 грамм уксуса так все варится 10 минут а не воды ничего не надо нет все это все добавляются два стакана воды вот а ты же на дно кастрюли это соль это соль это что потом это лучше соус образовывался при кипятении кипячение кипячение значит два стакана воды ну не шурши пакетом два стакана воды 18 горошин черного перца 6 горошин душистого перца лавровый лавровый лист четыре штучки всего лишь одна большая луковица все готовится маринад и разливается ботварные грибы да нет варится все вместе вместе варится это ты на литр сказал или на весь объем пол на полтора килограмма грибов вот спасибо пожарила из подосиновиков грибочки сначала их порезала проверила чтобы червячков не было отварила потом пожарила с луком и с картошечкой вкуснятинка еще помидорка вкусно-вкусно щедрый взять дочки вот эти грибы привез нам тоже предлагал но уже хватит какая красота а это немножко красоты с хутора господи какое наслаждение и воздух другой и цветы другие не то что дочка к нам заезжала говорит господи у вас тут окопы и рвы как будто война идет но точно уже июль август сентябрь и конца и края не видно по моему больше отдыхают чем работают строители ко второму октября обещали сдать дорогу но посмотрим может быть и сделают а а это такие цветы розы которые меня приводят в восторг потому что у самой сейчас здесь полное разорение блиндажей с пулеметами не хватает только до все разрушили вот эту ремонтантную малинку мы купили для хутора дочки 15 евро стоит вот такая малина до самого снега цветет и краснеют ягоды надеюсь что приживется сейчас такие ягодки красивые еле донесла ветрюга был боялась что сломается но ничего вроде жива а это все еще хутор такая природа там красивая птички еще поют летом ой летом утром конечно еще тепла такого нет а днем солнышко светит он розочки как цветут красиво удовольствие одно смотреть на это счастье цветы беги он тебя возьмет с собой что ты меня зовешь ну-ка беги с папой где папа ну-ка беги скорее к нему беги ну и чего и что я должна обязательно идти команду дать да без команды никак патрюша чё ты уселся ну-ка где папа там иди беги скорее патрюшкин так некрасиво ты смелый мальчик или нет или ты не трус но ты боишься а я не трус но я боюсь да а ушки у кого ходят у кого ходят ушки от страха ну-ка беги скорее беги бегом беги скорее ну-ка беги беги какие клены уже красивые действительно осень золотая 17 градусов здесь а это памятник шахтерам обновили в этом году красиво все сделали начали еще в апреле месяце карантин помешал и фонтан тоже вот сейчас доделали это же с апреля месяца он стоял мраморными плиточками сделали красиво что-то воду уже не запускают наверное все до следующей весны обычно на 1 мая тут уже водичка уже скоро зима муж принес часть продуктов и ушел в магазин еще мы так с ним придумали он после операции придумали что он будет ходить магазин сам но приносить понемножечку вроде как все равно занят и получается что ему не очень тяжело правда он иногда не слушается я расписываю какие продукты чтобы не больше двух килограмм было он все равно иногда чуть-чуть чего-нибудь еще прихватит но вот а патрик не понимает почему его на улицу не берут пошел к себе в норку спать а вообще на улице дождик моросит вот муж сидит дома уже не работает а ему скучно для того чтобы вроде как при деле был вот вместо того чтобы гулять ходит магазин по несколько раз ну а мне конечно большая помощь в этом плане потому что я не смогу по 35 раз в день ходить в магазин я сразу за один раз все тащу сумки тяжеленные еле-еле это спасает то что магазин напротив дома буквально не так далеко но все равно тяжеловато тащить избаловал он меня сколько мы живем все время тяжелые сумки сам носит ну наверное приятно когда такой муж который заботится жене и не надо тяжести носить вот такой он у меня надо же боже нету нашел магазин и ведь патрик сидит заглядывает на дверь услышал что о нем говорят да сидит и ждет мужа такой преданный вот кто может быть преданнее чем маленькие животинки наши любимки наши они любят не за что-то вопреки любят и все самые преданные они не предадут не перестанут любить даже если ты станешь нищим больным старым они все равно будут любить тебя сидит куколка мужа ждет муж магазин ушел а он сидит ждет патрюшка пижамки дома прохладно уже нам еще нет а ему прохладно что у него там вместо шерстки волосики да холодно тебя в пижамке тепло хорошо да папу ждешь да ждешь мой хороший ждешь куколка моя скоро придет сейчас он придет из магазина красок осенних красок ну правда же прелесть прелесть прелестная груши яблоки хризантема осень красавица осень богатая на дары муж сходил на рынок купил мне цветочки как приятно и вот такую красоту вот такой осенний натюрморт как люблю я осень люблю хризантемы люблю астры очень красиво и как вкусно когда петрушечка огурчики помидорки из огорода эмоции зашкаливают говорю неправильно спасибо мой хороший здоровья тебе вот купила куриную грудку и решила тоненько порезать ее отбить нафаршировать морковкой паприкой помидоркой вот такая куриная грудка на евро 77 803 грамма и потушить сковородочки даже не буду в духовку укладывать а потушу в сковородочке и вот отвариваю картошечку свежую куриную грудку порезала тоненькими слайсиками как на озу вниз подушечку из перчика из болгарского из помидорки из морковки все это порезала тоже тоненько посолю поперчу теперь паприки добавляю петрушечки добавлю а вот это вот картошечку потушила свежую с морковочкой с луком с перчиком с солькой и с лавровым листиком и кусочек маслицы положила вот это будет ужин надеюсь что будет вкусно добавила яркости добавила уже зелененькой ну вот специи добавила зелененькой яркости добавила посолили поперчила вот такая красота будет курочку отбила прежде чем резать на слайсики такой азу как будто бы куриная ну вот эта красота готова повторю еще раз значит я взяла куриную грудку порезала слайсиками как для обестроганов помидорку порезала морковку мелко мелко паприку петрушечку пять слив порезала тоже тоненько перчик чуть-чуть маслица сливочного все это обжаривала на растительном масле для вкуса маслица положила добавила немножечко молочка трех с половиной процентов и что еще а и посолила ну вот и такая вкуснота готова приятного нам аппетита вот с такой молодой картошечкой ужин готов подписывайтесь будет интересно ставьте лайки если понравилось и доброй вам осени хорошего урожая цветов и радости в душе спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр